Привет, город! В студии с вами я, Любовь Ломака и команда Сигмы. Новости этой пятницы смотрите в нашем выпуске. Мы начинаем. Радостная новость. На Ямале вдвое уменьшилось ежедневное количество случаев коронавируса с 200 до 100. Более подробную статистику расскажем в сюжете. По количеству выявленных зараженных за сутки Ямал занимает 14 место среди всех регионов страны. На 31 июля в округе выздоровело 392 человека, заболело 112. Большая часть пришлась на населенные пункты, но в Уренгой пока остается в лидерах 37 человек. Чтобы выявлять заболевания еще быстрее, в городской больнице установят новый компьютерный томограф с отдельным входом с улицы, специально для больных коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. По графику строится новый инфекционный госпиталь, чтобы быть готовыми к осенне-зимнему сезону гриппа, ОРВИ и возможной второй волне коронавируса. На госпитализации в округе с COVID-19 почти 600 человек. Из них 16 в тяжелом состоянии, 2 в крайне тяжелом и 10 пациентов на аппаратах ИВЛ. В России тем временем прирост за сутки 5,5 тысяч. За все время излечиться сумели 600 тысяч жителей страны. Вербаранова телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Дмитрий Артюхов в своем инстаграм-аккаунте рассказал, что заболел коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции. А запланированные поездки по региону губернатор отложил. К сожалению, коронавирус никуда не уйдет. Чтобы к этому периоду мы были более подготовлены и сделали выводы из той ситуации, которую имели в первую эту волну. Это в части хороших новостей. А в части плохих, к сожалению, коронавирус никуда особо не ушел. Он рядом. И все-таки стой больных в день – это еще очень большая цифра. В том числе, к сожалению, и я не уберегся от этой беды. Вчера делал тестирование. И результаты пришли неутешительные, положительные. И вот сегодня чувствую уже первые симптомы. Небольшая слабость, температура небольшая. Хотя в целом состояние нормальное. По словам Артюхова, количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, вдвое уменьшилось. Но губернатор уверен, это не повод расслабляться. И ямальцы должны продолжать соблюдать эпиднормы. Каждый новый месяц традиционно начинается с изменений в законодательстве. Август не исключение. Мы собрали для вас в один материал, что же нового произойдет в нашей жизни в восьмой месяц года. С 1 августа традиционно пересчитают пенсии. Прибавки получат те, кто продолжает трудиться. Пенсионный фонд страны проведет корректировку выплат автоматически. Надбавки зависят от размера зарплаты. Чем выше официальный доход человека, тем больше будет прибавка к пенсии. В этом году коэффициент составляет 93 рубля, а максимальная прибавка – 279 рублей. Власти продлили на еще один месяц выплаты в повышенном размере безработным. Напомню, что временно минимальное пособие по безработице увеличено до 4500 рублей, а максимально до 12 с лишним тысяч рублей. Кроме того, россиянам, лишившимся заработка, доплачивают по 3000 рублей на каждого ребенка. На Ямале пособие по безработице составило больше 18 тысяч рублей. В августе сохранят и все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом. С 1 августа на 3% вырастет цена на природный газ. Изначально повысить цены на газ планировалось еще с 1 июля. Однако в связи с пандемией индексацию заморозили. С 3 августа введут запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Зачислять деньги можно будет только через банковский счет. Такую меру предприняли в борьбе с мошенническими атаками. С 24 августа страховщики будут сами определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений. Минимальная базовая ставка по лесу упадет до 2400 рублей, а максимальная ставка повысится до 5400 рублей. Для компании тарифный коридор расширится на 20%, а для автомобилей такси на 30%. С 1 августа возобновляются международные рейсы. Полеты пока будут только из аэропортов Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в три страны. Турцию, Великобританию и Танзанию. Список стран со временем расширится. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, сейчас переговоры на эту тему ведутся с властями 30 стран. На первом этапе самолеты будут летать лишь в благополучные по коронавирусу регионы. С 28 августа в арктической зоне России разрешается введение любого бизнеса, незапрещенного законодательством страны. С этой даты начинается прием заявок на получение статуса резидента арктической зоны. Для них предусмотрено сокращение сроков проведения плановых проверок, льготы от нулевой ставки налогов на добычу полезных ископаемых. Лава Гасанова, Тирадио, компания «Сигма» для НУР-24. Правила дорожного движения описаны не только для автомобилистов. В этот раз в рубрике «По пути» засветились водители двухколесных. Пятничная подборка дорожных нарушений в нашей постоянной рубрике. Видео с камер наблюдения СИТВ. Переход, соединяющий северную и южную часть города, пользуются у велосипедистов особенной любовью. Они категорически не хотят переходить его по правилам. Да, именно переходить. Хозяин двухколесного должен спешиться. За целый час записи это сделала лишь одна девушка. Остальные, видимо, готовы заплатить штраф – 800 рублей. А сколько таких нарушений остается за кадром? Левая полоса, движение прямо. Вот тебе сразу же помехи. Здесь можно ехать только прямо, но черная «Тойота» резко сворачивает налево. И ситуация наоборот. Знак показывает направление влево, но кто-то с ним явно не согласен. Денежная санкция за такое самоуправство составляет от 1000 до 1500 рублей. А это нарушение тянет на лишение прав. Нетерпеливый таксист рискует лишиться прав и зарплаты на полгода. Хотя, если повезет, можно отделаться штрафом в 5000 рублей. Такое же наказание установлено за езду по встречной полосе. На видео, которое прислали нам в редакцию, целая компания безбашенных водителей. Напоследок, подборка фото с горе-парковщиками. Наличие хорошей машины не гарантирует наличие хорошего воспитания. Обладатели «Мерседеса» и «Лексуса» явно ставят свои интересы превыше комфорта других. Хозяева машин попроще не отстают и тоже отстаивают свое место. Около подъезда. И надпись в тему. Стали свидетелем нарушений на дорогах? Присылайте свои фото и видео на редакционный «Вайбер». Мы обязательно их покажем. Соблюдайте дорожные этикеты и помните, за вами наблюдают. Лала Гасанова, Юлия Пегуша, антирадио компания «Сигма» для НУР-24. На Ямале в леса запрещено ходить до 19 августа. Причина тому – природные пожары. В этом году на территории округа зарегистрирован 61 очаг. 19 из таких пожаров могли спровоцировать люди. По прогнозам синоптиков, следующая неделя в регионе будет жарко и есть вероятность появления новых возгораний. Если вы стали свидетелем природного пожара, то можете сообщить о них по номерам, указанным на экране. А я напомню, нахождение в лесу в этот период может грозить штрафом от 1 до 2 тысяч рублей для физлиц, от 2 до 5 тысяч для чиновников и от 20 до 100 тысяч рублей для юрлиц. Как нужно себя вести, если увидели огонь и сколько воды помещается в пожарную машину? Об этом накануне маленьким новорингойцам рассказали сами спасатели. Они вместе со спецтехникой посетили детскую площадку в микрорайоне Мирный. Дети могли своими руками пощупать оборудование внутри авто. Им также напомнили номер телефона МЧС и известную приисказку, что спички детям не игрушка. Показать детям нашим, показать работу пожарной охраны, детей ознакомить, что огонь это живое существо, что с ними шутить нельзя с огнем. Такие же выезды, но уже и на других площадках в течение августа МЧС проведет еще несколько раз. Собирайся в магазин, не забудьте посмотреть телевизор. Это я сейчас про нашу рубрику о новорингойских ценах. В эфире продуктовый обзор. Этот обзор мы снимаем рано утром, потому что именно сейчас здесь меньше всего покупателей. Носим маску и дистанцируемся. Сделать чипсы из яблок проще простого. Для этого нам понадобится сахар, корица и, конечно же, яблочки, килограмм которых стоит на этой неделе 129 рублей 99 копеек. А вот из огурцов чипсов не делают, зато делают освежающий летний напиток с кусочками имбиря и листиками мяты. Берем килограмм огурцов за 59 рублей 99 копеек. Отварной запеченный картофель блюдо практически диетические. В них всего по 80 калорий, конечно же, в 100 граммах. А в жареном картофеле этих калорий почти 200. Учитывайте этот факт, когда идете в магазин, покупаем картошку по 34 рубля 99 копеек за килограмм. Удивительно, но некоторые умудряются делать из обычного сахарного песка сахар рафинад. Вот такой вот сладкий хендмейт. Покупаем сахар по 51 рубль 99 копеек за килограмм. Оказывается, яичница может быть сладкой. Любители необычных вкусовых ощущений готовят ее с ягодами, фруктами и даже с творогом. Десяток яиц покупаем по красной цене 42 рубля 99 копеек. Молоко можно жарить. Да, именно так поступают испанские домохозяйки. Они добавляют в молоко сахар, крахмал и уваривают его до получения такой густой массы, которую потом можно резать ножом. Покупаем молоко по 42 рубля 99 копеек за 900 миллилитров. Лично я не готовила курицу на соли, но говорят, что она получается очень вкусной. Покупаем тушку кур 1 килограмм по 129 рублей 99 копеек. В магазинах продаются элитные марки растительных масел со специями, но сделать такую смесь можно самостоятельно. Берем самое простое, самое дешевое растительное масло по 62 рубля 99 копеек. Добавляем туда необходимые специи и все, наша смесь готова. Вот он самый главный момент нашего похода по магазинам. В этот раз получилось меньше 555 рублей, в прошлый раз было 605 рублей. Юлия Педушина, Феликс Рассичин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Лишь 300 тысяч из полутора миллионов удалось собрать волонтерам в помощь онлайн-акции «Реабилитация детям Севера». А это значит, что пока лишь трое детей вместо 15 запланированных смогут получить медпомощь. Напомню, в течение всего июля в Новом Уренгое проходила акция «Твори добро», призванная поддержать родителей детей-инвалидов из организации «Милосердие». Марафон мастер-классов завершился, однако организаторы напоминают, внести благотворительный взнос можно до конца августа. Мы призываем вас продолжить принять участие в акции «Реабилитация детям Севера» и производить свои благотворительные взносы вплоть до начала сентября. Поможем детям Нового Уренгоя пройти реабилитацию здесь, дома, в родных стенах. В городе появилась деревня. Она строится в одном из дворов нашего города. А спасибо сказать стоит героине сюжета. Екатерина Зубарева уверена, если хочешь порадовать себя и окружающих, достаточно просто брать и делать. Это сирень. Мы посадили, вот ей первый год, только высадили ее. Клубничка. Растет вот клубника. Вон там с ягодками даже есть. Так, ты сказал, что у тебя еще картошка есть. Да. Малина. Вот где колеса. Это малина у нас. Вот здесь у нас редиска, помидорик. Вот картошка. И салат. Эту девушку зовут Екатерина Зубарева. Кажется, ее знают все соседи. Оно и неудивительно. Женщина у себя под окнами выращивает не только овощи и ягоды, но и строит мини-деревню. Город молодой. Детей много, молодежи много. Я считаю, что должно быть больше ярких красок, приятного настроения. Особенно после работы, когда пришел, посмотрел, глаза порадовало. Сейчас мы колеса хотим вкопать, потому что заборчик ходит с собаками, топчет. А мы вон высадили. Что-то колеса взяли в стойку. Ой, да и на мусорке. Екатерина признается, что на любимое хобби у нее всегда есть время и силы. После трудового дня, работает девушка слесарем, она сразу направляется в импровизированный сад. Дети больше вдохновляют, потому что с других дворов дети приходят и говорят, так красиво, так красиво. И внутри потом загорается. Думаю, сейчас мои дети приедут, тоже посмотрят. Они и так у меня наблюдают по скайпу, показывают, что мама ты там сделала. И вот новое что-то. Для чего? Не знаю, надо у тети спрашивать, что это. Это мостик какой-то она сделала. Иди посмотреть, что там, как он там сделал. С веревками. Дети радуются и изучают новые постройки, а взрослые вдохновляются и создают свои не менее интересные яркие площадки. Надоедает весь серый город. Захотелось в окно посмотреть и зелени побольше. Сами женщины признаются, что лето в городе большая редкость. Потому выжимают из него максимум. Украшают дворы и свои подоконники яркими цветами. Высаживают деревья и создают живописные уголки для детей. А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль. Слово Лали Гасановой», которая расскажет вам сводку криминала и происшествий за сутки. А у меня все новости к этому часу. Берегите себя. Всем пока.